Секс-рай для сладо-страстных старушек. Зачем британские пенсионерки едут в Гамбию пенсионный возраст, не повод скучать. Поэтому британские старушки отправляются в поисках острых ощущений райских наслаждений в Гамбию, где их уже поджидают молодые африканские жеребцы. Вспомнить молодость и тряхнуть стариной бабушкам помогают горячие парни, которых они щедро за это вознаграждают. Пенсионерки без всякого стеснения зажигают с молодыми африканцами, зажимаясь с ними возле баров и открыто целуясь прямо на улице. Страна в Северной Африке стала местом секс-туризма для британских старушек. Известный ресторатор Прюлейт, Прюлейкт, назвала Гамбию воплощением розовой мечты для престарелых, после того как увидела сияющих пожилых европеек, которые беззаботно гуляют под ручку с африканскими красавчиками. Для женщин преклонного возраста это шанс отдохнуть и развлечься. Все, что происходит здесь, здесь и остается, а домой старушки увозят лишь приятные воспоминания. Пенсионерки, зачастую замужние дамы, обнимаются с мальчиками, которые годятся им во внуки, и ничуть не смущаются, ведь за все заплачено. Для богатых европейских старушек эти парнишки, как аксессуары, которыми они хвастаются перед другими, такими же любительницами молодых тел. Среди этих горячих гамбийцев есть немало таких, которые хотят получить заветный счастливый билет и отправиться вместе со своей престарелой пасией в Великобританию. Но большинство современных старушек, не промах, и держат ухо востро, а кошелек, на замке. Расчетливая 62-летняя Джеки Симпсон из Линкса рассказывает, как за 7 лет сменила 15 африканских любовников, не потратив на них ни гроша. Она говорит, что дамам всегда нужно быть на чеку, потому что молодые жеребцы считают, что старость – это золото и старается вытянуть из кошельков пенсионерок побольше денег. Джеки приезжает сюда на отдых два раза в год вместе со своими подругами. Она встречалась с 36-летним гамбийцем около трех лет, но эти отношения не были серьезными. Женщина сразу предупредила молодого кавалера, что у нее нет денежных сбережений, поэтому он и не рвался к ней в Англию. Новые туристки, которые появляются на пляже, сразу попадают под шквал комплиментов и недвусмысленных предложений. Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Сотни обманутых женщин обращаются за помощью к местным юристам, когда остаются без гроша в кармане после страстных мимолетных встреч. Для большинства молодых гамбийцев эти отношения – мост в Англию, куда они стремятся переехать. Некоторые доверчивые пенсионерки заключают брак с африканцами и добиваются для них британской визы. Когда Мачо получает желаемое разрешение на въезд, он тут же подает на развод, оставляя свою пассию с разбитым сердцем и пустым кошельком. Но, несмотря на это, женщины не дуют на воду, обжигшись на молоке, и снова пробуют построить счастье, знакомясь с гамбийцами и выходя за них замуж. Парни, которые торгуют собой, делают это, зачастую, чтобы обеспечить свои семьи. Бедность в стране вынуждает их зарабатывать на пропитание, доставляя удовольствие пожилым европейским дамочкам. Многие из них пробуют добраться до Европы любыми путями, а некоторые даже гибнут по пути, в перестрелке или при кораблекрушении. Молодые Мачо не считают, что используют пожилых женщин. Это обоюдное решение, если тебе доставляют удовольствие и относятся, как к королеве, то разве это не стоит денег на пропитание или какой-то там визы? Некоторые старушки становятся жертвами горячих любителей поживиться за чужой счет. Влюбленная 71-летняя Маргарет Сар потратила 200 тысяч фунтов, более 17 миллионов рублей, своих сбережений на гамбийского любовника. Прабабушка из западного Сосекса встретила красавчика Самбу Сара, которому сейчас уже исполнилось 48 лет, на отдыхе в 2002 году. Женщина приехала в Африку со своим законным британским супругом. Там она безумно влюбилась в инструктора верховой езды и в результате, в 2004 году развелась с мужем, с которым прожила 38 лет в браке. Через год женщина вышла замуж за Самбу, а в 2006 они вместе переехали в Великобританию. Пенсионерка вынуждена была опять выйти на работу, чтобы обеспечить молодого супруга. Мужчина долго не терялся и быстро нашел любовницу своего возраста, которая родила ему двух детей. Ложь открылась только в 2012 году, после того как Маргарет помогла чернокожему мужу получить британское гражданство. Супруги развелись, но пенсионерка продолжает бороться за право владения недвижимостью в Гамбии, которую женщина приобрела за 90 тысяч фунтов, больше 770 тысяч рублей, на имя своего бывшего супруга. Сейчас старушка горько раскаивается, но назад уже ничего не вернешь, поэтому она хочет предупредить других пенсионерок, чтобы они не попали в такую же ловушку. За любое удовольствие нужно платить. Большинство старушек-европеек знают это, но все равно отправляются на южные берега, чтобы еще раз согреться в горячих ласках знойных мочо. Что ж, каждый сам решает, как и где ему провести остаток жизни. Может, страстные африканские объятия, и не такое плохое решение? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!